Кубок Трансбункера 2012. В Одессе завершилась международная регата, проводимая группой компаний Трансбункер, хорошо известная как в Украине, так и за ее пределами. Конечно же, максимум участников разных городов и разных школ Украины. Украина представлена у нас город Киев, Одесса, Севастополь, Николаев, Запорожье, Днепропетровск, Харьков. Классик Кадет, довольно-таки очень сильный состав. Есть даже один из участников, это наш спортсмен украинский, который был чемпионом мира прошлого года до 16 лет в классе Кадет. Конкуренции украинцам составили яхтсмены России, Белоруссии и Литвы. В море вышли 144 человека в классах Оптимист, Кадет, Лазер 4,7, а также классе Лазер СБ-3, который возрождается в Одессе. В этом классе на 11 лодках соревновались 35 спортсменов. Планируется проведение 9 гонок, и если нам позволит эта погода, то, конечно, проведем все 9. Кубок Трансбункера – одна из двух главных регат, проходящих в Одесском заливе. Благодаря многолетним инициативам группы компании Трансбункер, название Одесса возвращает себе достойное место международной парусной навигации. Наш город есть, наш город знают, наш город уважают и наш город любят. Почему? Потому что наш город, я считаю, это сгусток всевозможных культур, это сгусток всевозможных направлений. Это город, я его, может быть, даже ставлю параллельно с Италией, где творческая мысль прежде всего зарождается. Я думаю, что этот город очень творческих людей, и, конечно, этот город есть в умах очень многих. И в прошлом году, когда участвовало очень много экипажей из Великой Британии были, из Новой Зеландии ребята были, из Италии, то я думаю, что уже сегодня очень бы многие хотели сюда приехать. К сожалению, мы сегодня имеем инфраструктуру, которая готова принять на таком уровне, только имеем Одессу. На сегодняшний день больше нет городов в Украине, которые бы могли организовать на таком уровне международную регату. Это я заявляю ответственно. Регата завершилась в понедельник. С итогами и победителями Кубка Трансбункера 2012 мы вас познакомим в пресс-клубе Одесса Спорт. Телевизионная версия в эфире с четверга. И на нашем сайте, адрес которого вы видите на своих экранах.